Большое спасибо. Я, собственно говоря, хочу вас поздравить с двойным, нет, с тройным праздником. Во-первых, запуск новой установки, современной, очень эффективной, которая расширяет возможности предприятия и закрепляет его лидерские свойства на мировом рынке. Во-вторых, хочу поздравить вас с 50-летием предприятия. Тоже большой праздник. И, в-третьих, вас и, как в таких случаях говорят, в вашем лице всех ваших коллег с приближающимся праздником Днём Металлурга. Вам всего самого хорошего. На этом можно было бы нашу встречу закончить. Но поскольку мы встретились, я с удовольствием с вами побеседую, отвечу на вопросы, которые у вас наверняка есть. Если, конечно, смогу на них ответить, но если я не смогу, то я попрошу помочь. Здесь есть губернатор где-то, а вот губернатор, есть министр и руководитель вашего предприятия. Так что, чем больше вопросов вы к ним направите, тем будет лучше для нас всех, потому что они сделают это более компетентно, чем я. Но я тоже постараюсь. Пожалуйста, давайте начнем. Прошу вас. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Давайте будем сидя, ладно? Хорошо. Спасибо большое. Ангелина Морозова, управление делами «Лебединский ГОК». Во-первых, позвольте поблагодарить от лица всего нашего трудового коллектива вас за то, что вы выбрали время и приехали сегодня к нам в такой замечательный тройной праздник, как вы уже сказали. Для нас большая честь и гордость сегодня вас приветствовать. И так сказать, имея... Спасибо. Имея такую удивительную возможность получить мастер-класс от самого главы государства, у меня вопрос следующий. Подскажите, пожалуйста, вот в наш век такого бурного развития науки и техники, информационных технологий, какими ключевыми качествами должен обладать современный лидер? Спасибо. Порядочности. На это все остальное накладывается. Если этого нет, если этого базиса нет, фундамента, все остальное бессмысленно. Но этого, конечно, недостаточно. Нужны просто профессиональные качества, нужны знания современные. Поэтому второе, я бы сказал, это умение постоянно учиться. Учиться у тех, кто в чем-то лучше тебя. Таких людей много. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Владимир Владимирович, Герасименко, Евгений, главный инженер цеха обогащения номер 2, обогатительная фабрика. У меня такой вопрос. Многие западные и зарубежные автоконцерны разместили свое производство на стране. Но, тем не менее, комплектующие запчасти поставляют свои. Хотелось бы узнать, как скоро у нас в стране появятся не только сборочные цеха, а также еще цеха по производству запчастей и комплектующих к этим автомобилям. У нас богата материальная сырьевая база. Спасибо. Вот смотрите, мы эту программу развития «Автопро» мы начали в 2005 году. Это еще предшественник нынешнего министра начинал, Христианка Виктор, ну, с коллегами, конечно. И в целом у нас эта программа идет хорошо. С самого начала мы ставили вопрос не просто о сборке, а о глубокой локализации этого производства. Ну, локализация – это, понятно, что такое. Это производство на нашей территории основных компонентов. И это был сложный переговорный процесс с нашими партнерами. Я сам на разных стадиях принимал очень активное участие в этом. И в целом мы договорились. Это было одной из проблем нашего присоединения и КВТО в процессе переговоров с Евросоюзом. Почему? Потому что они настаивали на том, чтобы это была просто отвертка, как говорят, отверточная сборка. Мы доказывали, что, во-первых, говорили, что для нас это неприемлемо, имея в виду, в общем, достаточно высокую степень подготовки кадров, прежде всего, и возможности нашей экономики. Во-вторых, если мы будем говорить о глубокой локализации до 50%, 60%, 70%, то тогда не останутся в накладе и наши партнёры, которые так или иначе будут поставлять сюда комплектующие. Ну, собственно говоря, это и происходит. Но на что хотел бы обратить внимание? На то, что и по комплектующим мы тоже договоримся о локализации. Вот если в 2015 году у нас в целом по автопрому локализация была где-то 55%, в 2016 уже 60% в среднем. Это очень высокий уровень локализации. Автокомпоненты производятся тоже специализированными компаниями во всём мире. Австро-канадской компанией, азиатскими, американскими. Их немного в мире. Их вообще-то там, не знаю, вот можно по пальцам пересчитать. Но и с ними мы изначально договоримся о локализации. И многие из них соглашаются и открывают свои производства на территории Российской Федерации. В среднем мы хотим выйти на локализацию по компонентам от 30%, 35% до 45%, но уже сейчас некоторые составляющие имеют такой уровень локализации, как 35-75%. Будем в этом отношении двигаться дальше. Так что здесь мы с вами полные союзники. Процесс сложный, потому что всегда партнёры предпочитают у себя производить и куда-то там загонять для отверточной сборки. Ну, Россия — это другая сторона, у нас другой уровень компетенции. И вся практика последних лет говорит о том, что мы действовали правильно. Никто не остаётся в накладе. Но я понимаю, о чём вы говорите. Для металлургов это, конечно, очень важная составляющая обеспечения рынка. Рынок, вот я сейчас могу ошибиться, но, по-моему, 20, примерно 3% всей металлургической промышленности работает на автопром. Так что это большая составляющая. Пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Виктор Рассказов, начальник производства литического управления «Лебединский ГОК». Ну, как вы уже отметили, мы в соответствии с 10-летней программой развития и техпереоружения производства на комбинате ввели очередной модуль ГБЖ. Производим теперь самые большие объёмы ГБЖ в мире, лидеры. В то же время правительство постепенно переходит, мы видим, на трёхлетнее планирование. В прошлом году была обозначена программа до 2025 года «Семилетки». Но для нас и 3, и 7 лет, в принципе, по срокам не очень большой период. Скажите, пожалуйста, а как всё-таки вы видите перспективы развития, ну как наши отрасли, других отраслей, народного хозяйства, на более длинном промежутке 20-30 лет? Спасибо. Вы знаете, это мы стараемся делать на 20-30 лет, но это достаточно сложно в условиях большого степени непрогнозируемых обстоятельств, которые от нас не зависят. Допустим, металлургическая отрасль в мире оказалась переразмеренной. Достаточно быстрое развитие металлургических предприятий, скажем, в том же Китае, в Китайской Народной Республике, понятно, к чему приводит. Где-то у нас в 2015 году был пик потребления, потом немножко припал. Но всё-таки я думаю, что мы сохраним необходимость, имея в виду перспективные планы развития экономики, где-то у нас потребление всё равно будет на уровне, наверное, 2015 года – 2,5 миллиона тонн. Это достаточный объём для того, чтобы планировать производство на достаточно длительную перспективу. Вот на 20-30 лет здесь, наверное, сложнее, но, имея в виду, что мы сейчас планируем, пытаемся сейчас выстроить стратегию развития российской экономики где-то до 2025 года, до 2030, примерно такой горизонт планирования возможен. Это касается и гражданских отраслей производства, это касается оборонных отраслей производства. Так что примерно, я думаю, во всяком случае, на ближайшие годы вот этот объём 2,5 миллиона тонн захоронится. А это больше, чем, скажем, в 2014, 2013, 2019 годах. Это достаточно большой, серьёзный объём, который гарантирует стабильную работу отрасли. Здравствуйте, Владимир Владимирович, я Мишустина Элина, руководитель дочернего предприятия Лебединского комбината «ЛепГОК Здоровье». Меня, как и многих организаторов здравоохранения, очень радуют те положительные тенденции, которые претерпевает сейчас медицина. Реформы, проводимые в здравоохранении, позволили построить новые медицинские современные центры специализированной помощи, оснастить многие медицинские учреждения, в том числе и в малых городах Российской Федерации, новым современным оборудованием, улучшить качество оказания медицинской помощи. Но, тем не менее, кадровый вопрос в медицине стоит также остро, особенно у нас в российской глубинке. У вас хорошая глубинка, только она надёжная. Надёжная, да. Но, тем не менее, все те программы, которые решаются на уровне субъектов Российской Федерации поддержки и привлечения молодых кадров, они дают небольшие результаты. Вот раньше в системе образования в медвузах существовало распределение студентов по рабочим местам, в том числе в сёла, в малые города. Скажите, вот сейчас, может быть, на федеральном уровне ещё какие-то пути решения видятся так сверху? Может быть, закрепление обязательной отработки студентов после окончания медвуза в течение ряда лет после получения диплома? Вот такие административные методы закрепления за какими-то лечебными заведениями после окончания вузов, они обсуждаются, обсуждаются до сих пор. Решение пока окончательно не принято, но обсуждение идёт. Здесь есть нечто, что можно использовать уже сегодня. А что именно? Это закрепление за определёнными предприятиями и учреждениями студентов, которые учатся целевым образом, а количество таких студентов растёт. То есть муниципалитеты, субъекты федерации либо даже крупные предприятия отраслевые имеют возможность определённое количество мест занять в высших учебных заведениях, направляют туда своих абитуриентов, будущих студентов и будущих специалистов, и тогда возникает обязанность у этих выпускников вузов отработать какой-то срок на тех предприятиях, которые практически финансируют и обеспечивают им получение образования. Вот такая возможность уже существует. Ну а по поводу того, что у нас в регионах происходит, позитивные движения есть, но ещё предстоит очень много сделать. Нельзя сказать, что все проблемы уже решены. Нет, это совсем не так. У нас, правда, с 2012 года реализуется программа, вы, наверное, знаете, наверняка знаете, это такой муниципальный доктор, да, или земский, да, земский. Это, собственно, мы когда-то придумали эту программу в 2012 году как раз после встречи с медицинской общественностью. И она идёт, эта программа развивается хорошо. То есть тем, кто не знает, могу вам сказать, проинформировать. Молодые врачи получают подъёмные, так назовём их, миллион рублей, если они приезжают на работу либо на село, либо в посёлке городского типа небольшие населённые пункты. И количество медицинского персонала, количество специалистов в таких населённых пунктах, оно серьёзным образом увеличилось, действительно, за счёт специалистов до 36 лет примерно. Но этого явно недостаточно. Хорошая, в принципе, наверняка здесь у вас тоже проблем достаточно, не всё решено, но практика хорошая, которую губернатор здесь изобрёл и применяет. Вот он сегодня тоже рассказывал. У вас всё разбито на медицинские округа. И это и за каждым округом закреплён, это примерно в каждом округе, сколько, полторы тысячи человек, за каждым округом закреплён семейный доктор общей практики. Этот доктор, работая с каждым человеком из своих полутора тысяч, имеет возможность, во-первых, следить за здоровьем каждого, во-вторых, при необходимости направлять к специалистам. Вот это очень хорошая практика. Надо бы подумать, Евгений Степанович, поговорить с коллегами там потом где-нибудь на президиуме оба совета, просто рассказать, как это идёт. Спасибо. Добрый день, Владимир Владимирович. Конечно, у вас же, кроме этого, свой университет есть. Потом муниципалитеты и субъекты федерации имеют возможность направлять студентов в соответствующие вузы, в том числе в вузы, которые являются центральным подчинением за Министерством здравоохранения. Не помню, но несколько десятков мест в вузах, которые подчинены Министерству здравоохранения, они закреплены из Белгородской области. Там где-то под 40, по-моему. Добрый день, Владимир Владимирович. Поляков Геннадий, работник Оскольского электрометаллургического комбината. Недавно прошла ваша встреча с Дональдом Трампом. Хотелось бы узнать, какие ваши личные впечатления о нём, но как о человеке? Вам, если бы прессы не было, я бы поподробнее рассказывал. С учётом того, что мы с вами здесь не одни. Знаете, точно могу сказать, что я уже, по-моему, на пресс-конференции говорил в Германии, когда уезжал. Он достаточно открытый человек и сильно отличается от телевизионной картинки, от образа, который он сам создавал о себе в ходе избирательной кампании. Но, знаете, здесь нет ничего необычного, потому что избирательная кампания – это не то, почему судят о человеке. Это всё-таки особое состояние души и поведения этой избирательной кампании. Но вот на что бы я дополнительно обратил внимание, о чем бы я мог с вами поделиться – секрета нет. И что меня удивило немножко, чего я от него не ожидал, и что я считаю очень важным для человека, который занимается общественной деятельностью, политикой, он умеет слушать. Во всяком случае, у нас разговор складывался таким образом, не знаю, как он там с другими собеседниками, но у нас, и я его слушал внимательно, когда он там формулировал свои идеи, предложения о развитии сотрудничества, но и он. Вы знаете, это не всегда бывает. А для человека, который работает с людьми, который занимается общественной, повторяю, политической деятельностью, это чрезвычайно важная вещь – уметь слушать, и живо реагировать, коммуницировать. Как вы знаете, то вы наверняка, у вас жизненный опыт уже приличный, я так понимаю, если такие люди, которые там тукают сами по себе, им что говоришь, как фонд такой, вроде как сказал, а он или она ей не слышу совсем, Как у нас в народе говорят, лепят горбатого. Все-таки американский сегодняшний президент не такой. Он реагирует на собеседника, на аргументы, дискутирует. Даже если ему что-то не нравится, он с чем-то не согласен, задает вопросы какие-то, реагирует на аргументы собеседника. Это важно. Я считаю, что это положительно. И если у нас так будет диалог идти, то в этом смысле, как вы сказали, в человеческом есть все шансы надеяться на то, что диалог будет развиваться дальше. Спасибо. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Герасимов Андрей, начальник управления кадрового администрирования МКС. У меня вопрос такой. Мы все видим, как стремительно развивается прогресс. Все отчетности мы сейчас задаем в электронном виде. Появился портал государственных услуг. Если раньше для того, чтобы человеку назначили пенсию, ему необходимо было предоставить в пенсионный фонд трудовую книжку, как документ, подтверждающий наличие стажа, то сейчас вся информация в пенсионном фонде уже имеется. В будущем году пенсионная трудовая книжка, прошу прощения, отметит свое столетие. Может быть, пора ее на пенсию отправить? Вы знаете, это такая сфера, которая требует особого внимания. И очень важно, чтобы люди понимали, что происходит. Вот большая часть граждан привыкли к трудовым книжкам, привыкли к бумажным носителям. И как бы быстро не развивались технологии, они должны развиваться быстро, и нужно, конечно, помогать людям осваивать эти технологии. Но если мы видим и понимаем, что далеко не все с этим справляются пока, но в силу различных обстоятельств, жизненного опыта, образования и так далее, то все-таки обязанность государства заключается в том, чтобы обеспечить доступ каждого гражданина к той базе, которая для него жизненно, критически важна. Вот пенсионное обеспечение относится к таким сферам. Но постепенно, конечно, надо переходить на электронный документооборот. Вы знаете, что у нас уже давно развивается программа «Электронное правительство». Здесь есть программа, которую мы до сих пор так и не решили в целом. Это почти у каждого ведомства своя база данных. Вот это все нужно вместе собрать, интегрировать и двигаться вперед. Хочу вам сказать, что у нас есть такая национальная черта, мы все время сравниваем свои сапоги с тем, что произведено за границей, и выводы всегда не в свою пользу делаем. Но у нас есть сферы, где мы точно двигаемся даже быстрее, чем многие наши партнеры. Но вот объем предоставляемых в России электронных услуг населению гораздо выше, чем во многих странах мира, точно совершенно на уровне развитых экономик. В некоторой области мы точно обгоняем. Но это не связано… Нет, конечно, с металлургической промышленностью все связано, в том числе и космос, скажем. Но вот, скажем, мы несколько лет назад начали эту программу, программу ГЛОНАСС, это глобальное позиционирование, начали вместе с некоторыми партнерами из других стран, в том числе с Евросоюзом. У нас уже функционируют, а в Евросоюзе пока нет. Они пока не сделали. А ведь это высокие технологии, причем самые передовые и имеющие самые большие перспективы. Также и электронное правительство. Вот по этому направлению мы действительно на передовых рубежах находимся. Но останавливаться только нельзя. Стоит только остановиться, и это значит, что мы начнем откатываться назад. Но вот эта сфера, к ней нужно очень аккуратно относиться. И постепенно будем, конечно, переходить к документообороту электронному и в сфере пенсионного обеспечения. Особенно это касается, конечно, того, чтобы здесь ничего не стерлось, ничего не пропало. Вот это важно. Это большие плюсы электронного товарооборота, применительных данностей в системе. Пожалуйста, дайте микрофончик. Еще раз здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Вадим Юрыгин, начальник технического отдела рудоуправления. Мы знаем, что в стране действует программа расселения ветхого жилья. У нас в городе очень много старых домов были снесены, и взамен им строятся новые хорошие дома. Но, насколько известно, срок действия программы скоро заканчивается. Планируется ли продление такой программы или новую какую-то программу в той же сфере деятельности? Мы продлили ее на год. Вообще за эти годы государство направило на расселение аварийного жилья 300 миллиардов рублей. Я уже говорил многократно, я могу повторить. Началась она с известной, к сожалению, скандальной ситуацией, связанной с известной нефтяной компанией. Когда компанию эту уличили в манипулировании уплатой налогов, и после этого появились определенные средства в бюджете, мы начали эту программу расселения. Повторяю, уже 300 миллиардов направлено туда, уже государство дополнительно. Все это происходит на условиях софинансирования. Вот здесь у вас в Белгородской области практически она выполнена, почти на 100%. Не помню, Евгений Александрович, на сколько? На 90 с лишним, да? Да, Владимир Владимирович, мы заканчиваем программу первого сентября, который пришел на РШ, но товарищи ставят вопрос о продельник, который еще в год, встали уже аварийный статус, который после 2012 года. Я так понимаю, что вы вместе в паре работаете. Теперь понятно. Мы продлили эту программу на год. Там действительно есть ограничения, о которых губернатор сказал, связанные с определенной датой отсечки. У нас много аварийного жилья, к сожалению, 2,4%, аварийного, правда, и ветхого. Правда, не очень понятно, что такое ветхое, точного определения до сих пор и нет. Но вот этого аварийного у нас, ветхого, вернее, в три раза больше, чем аварийного. Это 66 примерно миллионов, а аварийного где-то 22 миллиона, по-моему, квадратных метров. Поэтому, прежде всего, мы, конечно, должны решить эту проблему с аварийным жильем. Почему? Потому что аварийное – это то, где жить вообще нельзя по закону. Просто нельзя жить, это опасно. Много. Поэтому мы будем действовать, прежде всего, конечно, решая задачу расселения аварийного жилья. И я очень рассчитываю на то, что так же, как в Белогородской области и в других субъектах Российской Федерации, вовремя будут проводиться текущие и капитальные ремонты, чтобы не увеличивать количество ветхого и аварийного жилья. Потому что, если этого не делают, то постоянно и постоянно руководители субъектов Федерации будут ставить вопрос о том, что надо еще, еще, еще. И так будут делать те, кто вовремя не занимаются капитальными и текущими ремонтами. Ну, вот мы на рабочем уровне еще с коллегами неоднократно на эту тему поговорим. Но точно совершенно, как я уже говорил, людей нужно вытаскивать из бараков и недостойных человек в условиях жизни. Вот это продолжать будем. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я Зайдулин Евгений, ведущий специалист, металлоинвест, корпоративный сервис. В наше время активно развиваются IT-технологии. И у нас в компании автоматизируются различные процессы. Я в том числе сам частично принимаю в этом участие. И вытекает следующий вопрос. Не заменит ли в будущем машина человека? И как быть дальше? Заменит, конечно. А как тогда дальше? И заменяет. Но вы понимаете, это так было всегда. Давайте вспомним такой вид забастовки, которая была изобретена в Великобритании во время технологической революции. Вид забастовки назывался «работа по правилам». Все делали как положено, и производительность труда падала. И тогда всякие были движения, которые боролись против внедрения современной на тот период времени техники. Потому что при высвобождении простого труда люди оставались на улице без работы. Зная об этом, зная всю предысторию человечества, не только нашей страны, просто заранее нужно об этом думать. И заранее понимать, как, где, когда, по каким правилам, из каких источников антифинансируем, будем заниматься переподготовкой кадров. Где и как, когда, за счет чего будут создаваться новые высококлассные рабочие места. Мы об этом уже говорим несколько лет. Помните, говорили о необходимости создания новых 25 миллионов новых рабочих мест. Вот это связано с этим. С пониманием того, что при внедрении новых технологий, конечно, будут рабочие руки высвобождаться. Но если заранее не подумать о том, где и как будут люди работать, тогда будут проблемы. А если заранее подумать, разработать программы и внедрять их спокойно, без всяких рывков, без свиста художественного, но по-деловому, то тогда и люди будут приобретать от этого только больше, чем они имеют. И государство будет развиваться более быстрыми темпами. Но без этого невозможно двигаться вперед. Все равно технологии будут внедряться. От этого никуда не деться. Мы вынуждены будем делать это. Вынуждены. Но вот как решать социальные проблемы, об этом уже подумать прямо сейчас. Вот в связи с этим мы выстраиваем определенные программы, в том числе и программы развития, стратегии развития на ближайшие 10-15 лет. Это одна из ключевых задач всех стратегий развития, которые сейчас предлагаются различными группами. Предлагаются для их реализации после 2018 года. Здравствуйте, Владимир Владимирович Ковтун. Владимир Владимирович Родстрой. Я родом из Донбасса, поэтому я никак эту тему не мог по Украине отпустить спокойно. Сердце обливается, ситуация ухудшается. Мой вопрос такой. Как долго это будет продолжаться? И есть ли ваше решение этой ситуации? Вы знаете, вопрос риторический, конечно, как долго продолжаться. У нас народ терпеливый. Когда я говорю «у нас», я имею в виду и Россию, и Украину. Вы знаете, мою позицию. Я много раз говорил на этот счет. Я считаю, что у нас один народ. Разницы практически никакой нет. Есть культурологическая, языковая окраска, немножко другая. Причем для меня, например, своеобразие культуры украинского народа, на мой взгляд, это очень дорогого стоит. Это действительно богатая культура. Но в целом, по сути-то, по сути, один народ, и он очень терпеливый. Как это долго будет продолжаться на Украине, я не могу сказать. Но ситуация, конечно, ухудшается, вы знаете это. Объем ВВП страны за последние годы по сравнению с тем, что было при, скажем, президенте Януковича, сократился более чем на одну треть. Доходы граждан упали очень сильно, расходы увеличились. Вот по сравнению, скажем, с Белгородской областью, в Харькове на сколько меньше дохода? В два раза. Вот в Харькове. Харьков – это же богатейшее место. Ведь основные богатства страны сейчас во всем мире производятся в крупных городах. И Харьков – очень крупный промышленный, индустриальный, научный центр. Но, видите, ситуация в два раза хуже, чем в Белгороде. Хотя Белгород в советское время гораздо был более скромным городом и областью. А видите, какое развитие это очень заметное, серьезное. Как долго там будет продолжаться? Не знаю. Это зависит от людей, которые там живут, как они долго их будут терпеть. Но очень рассчитываю, что это когда-то закончится. Причем закончится на этот раз, дай бог, бескровно, в ходе демократических процессов. И восстановление наших естественных связей. Ведь после разрыва наших экономических связей с Украиной пострадала, прежде всего, Украина. Я уже приводил этот пример, скажем, с двигателями для авиации, для вертолетов. Вот хочу напомнить, все вертолеты России, все, и военные, и гражданские, оснащались двигателями украинского производства. Мотор Сич их делал. Мотор Сич, да? Да. Ну, они же сами прекратили нам их поставлять. Думали, что поставить на сложное положение. Мы уже два завода запустили в Петербурге. Все целиком уже полностью, причем на новой базе, на новой технологической основе, современной. Вот куда они будут давать эту продукцию? Я не знаю. Значит, кому нужны двигатели для вертолетов семейства Ми? Да никому. То же самое с двигателями для флота. Так вот, кооперация так складывалась в Советском Союзе, что бывшая РСФСР не производила двигателей для моря. Мы его просто не производили. Выяснилось, что это не только какое-то особое производство, это особая отрасль науки, знаний и производства. В России этого не было. Значит, завод под Николаевым производил и поставлял нам это оборудование. Зори Машзавод, да? Зори Машзавод. Ну вот, перестали поставлять. У нас возникли определенные сложности. И возникло желание у многих моих коллег, в том числе при реализации гособоронзаказа, то есть в данном случае строительства военно-морского флота, пойти по пути приобретения по импорту в других странах. Это можно было сделать. Вот я могу вам сообщить, что мною было принято другое решение. Я сказал, не будем спешить. Мы отодвинем реализацию переоснащения военно-морского флота немного вправо, что называется, по графику. То есть мы растянем ее подольше, но должны сделать свой двигатель. Вот, может быть, вы обратили внимание, у России появилась и новая отрасль науки, и новая отрасль производства. Мы этот двигатель сделали, причем целую цепочку сделали. И для небольших судов, и для крупных судов все в России это появилось. Появился свой двигатель. Сейчас пойдет оснащение новых кораблей. Но, в принципе, мы даже получили новую компетенцию. Вы сами из Донецка, да? В Горловке, да? Вы знаете, очень много ребят, ну и девчат, мужчин и женщин, переехали к нам из крупных украинских предприятий. Это очень хорошие специалисты высокого класса, мирового уровня. Они работают у нас, и дай Бог вам здоровья. Но нам бы хотелось восстановить кооперацию в целом. Там еще не все потеряно. Это пошло бы, безусловно, на пользу как украинской экономике, так и российской. Ведь после подписания известного соглашения о ассоциации с Евросоюзом, объем торговли упал и с нами, и с Евросоюзом. С Евросоюзом тоже упал. Ведь почти нет уже отраслей, которые эффективно обработали, кроме сельского хозяйства. Но если сейчас украинский чернозем начнут распродавать, а еще, допустят, туда генномодифицированные продукты засорят, вот есть такое слово, засорят и украинский чернозем, понимаете? И все, тогда и этого не будет. Поэтому чем быстрее мы восстановим нормальные отношения, производственные и хозяйственные связи, тем будет лучше. И для России, и для Украины. Владимир Владимирович, здравствуйте. Зинов Денис, Оскольский электрометаллургический комбинат. Владимир Владимирович, Россия является одной из ведущих стран в мире по добыче нефти. Но тенденция складывается в последние годы такова, что цены на нефть в мире падают, а цены на бензин в России растут. Почему так происходит и что с этим делать? Спасибо. Это связано со многими факторами. Ведь цена определяется и конъюнктурой, и внешней конъюнктурой. И если у нас свободный рынок, то мы принципиально не можем свои цены держать по-другому, чем в соседних странах. Иначе нам нужно просто создавать новый железный занавес. Просто невозможно. Если у нас и так дешевле, чем во многих странах соседей, так вывозят через границу, знаете, там поток идёт. Да-да-да. Поэтому, если мы не хотим, чтобы у нас всё тащили, надо и внутри страны держать определённый уровень. Здесь эта проблема решается по-другому. Не тем, чтобы давить цены на энергоносители, а с тем, чтобы поднимать уровень благосостояния людей и уровень заработной платы. Вот по какому пути надо идти. В некоторых странах, допустим, держат очень низкие цены на газ, в странах-производителей газа. Но это полностью перевёрнутая экономика. Они уже давно понимают, что надо действовать по-другому, но не могут сделать этого шага к выравниванию экономики, потому что с этим связана сразу целая цепочка последствий, в том числе социального характера. Поэтому нам ни в коем случае нельзя позволять производителям, продавцам и посредникам задирать цены. Это совершенно очевидно. Они должны быть экономически обоснованными, но искусственно занижать их тоже нецелесообразно и даже вредно для экономики в целом в конечном итоге. Но для отдельных потребителей в определённое время мы всё-таки стараемся эти цены держать как можно ниже. Но я имею в виду, допустим, для сельхозпроизводителей во время посевной или уборочной страды. Здесь правительство вырабатывает целый ряд механизмов поддержки, договорённостей с производителями, с посредниками, с продавцами. Но в целом нам удаётся это делать. Вот так постепенно будем обеспечивать потребности потребителей и интересы производителей. Рогова Екатерина, Лебго-комбинат питания, инженер по охране труда. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Не так давно на экраны вышла премьера фильм «Путин». Фильм насыщен личными, эмоциональными моментами, где вы рассказываете про своих внуков, момент в храме. Ты даже если взять тот момент, где вы лошадку морковкой кормите, ну нельзя не умилиться, замечательно. Отсюда сразу вопрос возникает. Хочется узнать из первых уст ваши впечатления, эмоции, об участии в проекте в этом. И, Владимир Владимирович, а будет ли продолжение по типу «Мушкетёры» 20 лет спустя? Спасибо. Послушайте. Где виновник, господин товарищ Барин? Песков, да. Ну, что-то он смылся, нет его. Но это он меня уговорил когда-то. И реакция моя первая была такая. Зачем? Кому это нужно? Все и так всё знают. Я даже не знаю, что я буду рассказывать. Нет, тем не менее, вот такой вот режиссёр, он очень известный, значит, у него Оскар, он талантливый человек, он даже не для нас, он расскажет для американцев, для американской широкой публики. Потому что, в общем-то, не столько о вас, сколько о стране. И это важно, чтобы американский зритель узнал о России как можно больше и прямо от вас. У меня возник второй вопрос. А насколько объективно он будет излагать то, что я ему буду рассказывать? Не будет ли там купировать чего-то там, как-то комментировать, извращать? Ну, он говорит, это я не могу гарантировать. Ну, в принципе, это человек очень порядочный, хороший журналист. Ну, я согласился. Вы знаете, я не рассматривал это как проект. Вы сказали, проект. Я хочу, чтобы было понятно, как это всё происходило. Значит, вот сотрудники администрации, в частности мой пресс-секретарь, подходил и говорил, вот завтра приедет вот такая команда. Мы там нашли у вас там несколько минут, час, можно было бы с ними встретиться. Я говорю, хорошо. Я уже забывал даже, что они приехали. Он говорит, вот они уже сидят. Я к ним выходил, начинал с ним поговорить, потом раз, выходил, тут же про них забывал. То есть это не то, что, знаете, как вот готовит какой-то, не знаю, фильм, там, декорации, ещё что-то, там, вопросы. Потом это такой человек, который, он вас не готовит ни к чему. Он приходит, спрашивает. Но отдача ему должная. То, что я видел, я видел не всё совсем, раскрою вам такую интимную тайну. Я смотрел этот фильм, когда летел из загранкомандировки в самолёте. Но поскольку я там мало спал, то я в самолёте пока смотрел, я заснул. Так его и не досмотрел. Но я ещё обязательно посмотрю. Но судя по отзывам, там всё достаточно объективно. Каких-то продолжений не планируется. Дайте, пожалуйста, микрофон. Здравствуйте, Владимир Владимирович, Иван Лапченко, завод ГБЖ. У меня, пользуясь случаем, два вопроса задам. Сразу потом могут не дать. Кто? Ну, микрофон заберут и не дадут. Вопрос первый. В настоящее время как бы много историков, неисториков, заинтересованных людей коверкают нашу историю, оказывают огромное давление, много версий. И вот хотелось бы узнать, будет ли государство до конца бороться за эту историю? Может быть, стоит продумать ещё какие-то особые меры, средства? Можно быть уверенным, что следующие поколения будут знать истину, которая была, ну, вот в плане войны, в плане победы, в плане всего. И вопрос второй, отрешившись, отбросив все, как бы, частности и прочие эти. Мы уверены в завтрашнем дне. И всё. Спасибо. Вторая часть – это вопрос или утверждение? А вы уверены в завтрашнем дне? Вот вы. Я буду уже от ваших слов. Не-не-не-не. Нет, вот я серьёзно, вот я без всяких шуток, я хочу вот ваши ощущения, как бы, вот я сейчас, знаете, я не шучу, я, правда, я по-серьёзному спрашиваю. Вот внутреннее ощущение. Вы уверены, надёга есть такая внутренняя? Есть, потому что сегодня я делаю всё, чтобы было моё завтра. И чем больше людей, вот таких вот людей, которые занимаются конкретным делом, конкретным производством, которые руками и головой что-то делают сами, говорят так, как вы, тем больше у всех у нас будет уверенность в том, что победа России неизбежна. Что касается различных извращений нашей истории, вы знаете, это было почти всегда, на протяжении всей нашей истории. Почему? Потому что, как Александр Третий когда-то сказал, нашей огромности боятся все. И поэтому делал вывод, что у неё только два союзника – армия и флот. Но вот этот способ борьбы с Россией, он всегда использовался. Ну, возьмите известную легенду о том, что Иван Грозный убил своего сына. Это ещё неизвестно. Убивал он своего сына? Нет, многие исследователи считают, что никого он не убивал вообще. А придумал это всё папский нунций, который приехал к нему на переговоры и пытался Русь православную превратить в Русь католическую. Когда Иван Васильевич ему отказал и послал его по известному адресу, вот возникли всякие такие легенды и прочее, и прочее. И с него сделали Ивана Грозного, такого супержестокого человека. Хотя, если посмотреть вот в тот период времени на другие страны, всё то же самое было, везде. Время было такое, достаточно жестокое. И я сейчас не хочу говорить, что он был такой весь белый и пушистый, Иван Грозный. Наверное, он был человеком жестким, наверное. Но сейчас я не об этом, а о том, о чём вы спросили. О том, что вот этот способ борьбы с нашей страной, это конкурентная борьба. Она постоянно идёт, понимаете, в мире. Постоянно. И как возникает конкурент какой-то, сразу все другие участники процесса думают, нет, нет, надо его притормозить. Ну, всегда так. Вот мы говорили про вашу отрасль металлургическую. Вот Россия за последнее время вложила в развитие металлургической промышленности с 2000 года 4 триллиона рублей. У нас появилась белая металлургия. Белая. Я первый раз, когда туда пришёл, я думаю, что я в больничной палате нахожусь. Понимаете, вот это высокая технология. Вот появился такой конкурент. Сразу у нас возникло 17 только вот в ближнем окружении, ближайшем. А так больше, там больше 30 так называемых расследований антидемпинговых. А что это такое? Это инструмент борьбы с вами. Инструмент борьбы с вами кого? Конкурентов ваших. И так же в мире происходит на международной арене. Вот Россия начала стабилизироваться, начала крепнуть. Ага. Слишком сильно. Надо бы немножко прервать. Вот сразу начинаются эти инсинуации. В том числе и извращение истории. Значит, если мы всегда были такие плохие, о чём можно с такими людьми разговаривать? Что может сказать о музыке Чайковского человек без прописки? Понимаете? Вот это известная шутка. И вот этот инструмент будет использоваться и дальше. От нас с вами зависит. От нас. Нельзя этим пренебрегать. Нельзя здесь с ума сходить по этому поводу. Надо просто относиться как к рабочему моменту. Но нужно настойчиво, ясно, доходчиво, аргументированно показывать нашу собственную позицию. Если мы будем это делать, если мы будем уделять этому необходимое внимание, то все попытки что-либо извратить и использовать это против нас обречены на провал. Но есть же очевидные вещи совершенно. О них просто нужно говорить. Вот спросите японцев, кто сбросил атомную бомбу на Хиросиму и на Гасаки. Да чуть ли не каждый, мне чуть ли не каждый третий скажет, что Советский Союз. Ну это же бред, но это так. Спросите, кто там внёс основной вклад в победу над нацизмом. Ну понятно, западный обыватель обязательно скажет, Соединённые Штаты, Великобритания. В Великобритании погибло, по-моему, 350 тысяч человек за всю Вторую мировую войну. У них в Первую мировую погибло миллион 200, что ли. За Вторую мировую 350 тысяч, 400. В Америке, в американцев погибло больше, 500 тысяч, по-моему, 550, что ли. У нас-то 27 миллионов. Вся машина основная вермахта была для себя сосредоточена. Вот у вас здесь Прохоровское поле рядом. Мы все знаем, что такое Прохоровка. А в мире мало кто слышал об этом. Надо говорить. Надо говорить и не стесняться. И не для того, чтобы, прошу прощения за мавитон, не под камерой будет сказано, жабры раздувать, какие мы там великие. Нет. А просто показывать реальную роль нашей страны в мировых процессах. Показывать, что мы не собираемся ни с кем спорить, ругаться, воевать. Но исходим из того, что с нами тоже будут считаться, уважать наши законные интересы, законные права. Самая большая в мире страна по территории. Самая большая. Не так, как в Индии или в Китае. Там не полтора миллиарда человек. Но 146 миллионов тоже и по населению приличное. Понимаете, у нас не может не быть своих интересов. Мы собираемся их отстаивать, но законными, цивилизованными способами и методами. А для этого, конечно, нужно объективно подавать информацию о себе. В том числе и в нашей истории. Вы правы. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Коронов Дмитрий, начальник участка производства шоу-концентрата, обаятельная фабрика, Оливенинский форнобайдный комбинат. Вот говорят, мечты сбываются. Но я об этом даже мечтать не мог. О том, что я буду беседовать с вами. И я всегда верил в демократию в России. И сейчас мои слова, моя беседа с вами является тому подтверждением. Слава до слова. То есть я не готовил речь, я не готовил вопрос. Я узнал, что я буду здесь. И генеральный директор «Металлоинвест» говорил нам, собирал нас, естественно, предварительно, что мы можем задавать любые вопросы на любые темы. Никаких ограничений нет абсолютно. Воспользовавшись этим, хотел бы не просто, как-то голословно, и все-таки сказать... Слова мои идут от души, от сердца. Я хотел бы поблагодарить. И по счастливым сечениям обстоятельств здесь собрались Евгения Степановича Савченко. Извиняюсь, я немножко волнуюсь. Олег Юрьевич Михайлов. Благодарить Евгения Степановича. Я являюсь как бы коренным жителем Беларусьской области, город Губкин. Родился и вырос здесь. Хотел бы поблагодарить его за то, что с течением времени моего роста, с каждым годом ведутся какие-то работы постоянно. За чистые дворы, за обоустройство территорий, за ремонт детских садов, школ, за спортивные комплексы. То есть это все есть, и вы это знаете, но я бы хотел, чтобы все-таки вся Россия об этом знала. Хотел бы поблагодарить Олега Юрьевича Михайлова за то, что созданы не только условия труда работников нашей отрасли, но и созданы... Созданы в советское время были такие комнаты эмоциональные разрузки, такие-то красные уголки и так далее. Сейчас, по примеру, допустим, на Лебединском ГОКе, на территории оборудованной фабрики, построен храм-часовня в честь святого великомунчества Варуары. Это покровительница горняков, ну и шахтеров. Я работаю, естественно, там и стараюсь ежесменно, в перерывах, какие-то технологические перерывы, там, перерыв на обед. Я посещаю эту часовню, мне там нравится, и, наверное, не наверное, а точно 100%, не мне одному там нравится находиться, и лишний раз обратиться к Богу, да, то есть я являюсь православным христианином. И хотел бы Олегу Юрьевичу все-таки сказать за это спасибо, за то, что не просто какая-то работа, да, по добыче, переработке железной руды, но и есть возможность работнику, скажем так, эмоционально немножко отдохнуть, разгрузиться от тяжелой работы, все-таки нелегкая работа. Вот и, вытекая из этого, хотел бы задать вам вопрос, ваше отношение к этому и других руководителей крупных каких-то организаций, предприятий, могут ли они воспринять эту идею, я не знаю, может быть, у кого-то где-то это и есть, но все-таки или как руководство к действию, воссоздать или построить какие-то на территории своих предприятий какие-то вот такие, скажем так, маленькие святыни, да, вот ваше отношение к этому и как вы? Во-первых, вы меня, значит, немножко выручили, мне необходимость нахваливать ваших начальников, потому что все-таки я награждаю иногда, но поскольку у меня не наградное дело, все-таки функция такая более разнообразная, но надо сказать, что Евгений Степанович относится, безусловно, к категории наиболее опытных и наиболее успешных руководителей регионов Российской Федерации, это правда, но, безусловно, есть и вопросы, есть и проблемы, такого не бывает, чтобы проблем не было, мы с ним сегодня еще об этом, безусловно, поговорим. Что касается, я, знаете, пошире ваш вопрос возьму, социальной нагрузки на экономику, на предприятия. Она, эта социальная нагрузка когда-то в Советском Союзе была абсолютно обязательной, и каждое предприятие крупное содержало больницы, школы, там, не знаю, вузы, интернаты, ну, вузы – это другое дело, это подготовка кадров, вот, честно говоря, да, и вот так вот сразу отсечь все это, что происходило иногда в 90-е годы, ну, там просто предприятия закрывались в начале 2000-х, невозможно, и очень опасно, и жестко, и несправедливо по отношению к людям, и неправильно поэтому. В этой связи, конечно, предприятия крупные, да, они нагрузку так или иначе несут, ну, спортивные клубы там содержат и так далее, и в общем целом это неплохо. Но генеральный все-таки способ или путь развития все-таки в другом – повышать заработную плату и дать возможность людям на эту заработную плату пользоваться тем, чем они захотят. Скажем, ехать не просто в ведомственный дом отдыха или санаторий, а поехать туда, куда он хочет. Или лечиться не только в своей поликлинике, а там, где лучше предоставляют услугу медицинскую, там, где лучше лечат. Вот это правильный генеральный путь. И снижать нагрузку социальную на предприятия, но дать возможность увеличивать заработную плату. И дать людям право и, еще раз повторяю, возможность получить эту услугу, где хотят, где им лучше кажется. Но полностью закрутить вот эту социальную составляющую предприятия, наверное, сегодня невозможно, но и не нужно, повторяю. Ну, а что касается вот таких вещей, как, ну, чисто духовная, что ли, составляющая, там, церкви, мечети, синагоги, буддийские храмы, они дорого ведь не стоят для руководителей предприятий, для акционеров, но могут многое дать с точки зрения, ну, душевного состояния людей, которые работают на соответствующем предприятии или проживают на определенной территории. Здесь у вас есть хороший пример, это вот это самое Прохоровское поле, где вот мы сегодня с Евгением Степановичем говорили, где есть и храм, и синагога, и вот сейчас там договорились, да, или уже есть мусульман, да, место для поклонения мусульман. Ведь там погибли люди из разных регионов бывшего Советского Союза, и их родственники приезжают туда поклониться памяти своих предков, героических предков, и, конечно, это очень хорошо, что здесь у вас на Белгородской земле вот такая практика и такая традиция сложилась. Очень рассчитываю на то, что и в других регионах России это будет мультиплицироваться и развиваться. Спасибо. Давайте, может, потихонечку будем заканчивать, да, пожалуйста. Дайте, пожалуйста, Игорь. Спасибо. Затем Владимирович Черкащенко Наталья, главный эколог Лебезинского ГОКа. Всегда с удовольствием смотрю на то, как вы изящно и легко отвечаете на вопросы журналистов. Не всегда доброжелательные, иногда даже провокационные. И здесь уже упоминался фильм, снятый американским журналистом. Большой резонанс получила интервью с американской журналисткой, которую вы дали. Вопрос такой. С кем вам все-таки приятнее и интереснее общаться? С мужчинами? С вами, с вами, с вами. Нет, я про журналистов. Вы знаете, я говорю совершенно искренне. Это не рисовка какая-то, я говорю совершенно откровенно. Мне всегда легче общаться с людьми, которые вот на земле стоят, с рабочими людьми, ну, я не знаю, рабочим в широком смысле этого слова. Те, которые сами что-то делают своими руками или своей головой. Я чувствую себя как бы вот, ну, как бы органичной частью этих коллективов. И это первое. Второе, это очень полезно всегда. Потому что это вот всегда, ну, чувствуешь, как, да, чем люди живут, чем они дышат, какие там проблемы. Это важно очень для работы, вот я говорю совершенно искренне. И потом это интересно, это и есть настоящая жизнь. Вот она, настоящая жизнь. А все остальное, это такой пинг-понг, понимаете, это спорт такой. Это такая сфера пропаганды, скорее всего. Но это не то, из чего жизнь состоит. Жизнь состоит из того, чем вы занимаетесь, чем вы занимаетесь, над чем вы работаете. Вот это и есть наша жизнь. Это и есть наша страна, наши люди. Вот это самое важное и самое интересное. Что может быть интереснее России? Ничего. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Зовут меня Даниил Лысых, электромонтер, Лебединский ГОК. У нас много земляков, которые добились больших успехов в спорте. Например, вот на днях Денис Лебедев защитил титул чемпиона мира по боксу. И всем известно, что вы тоже любите спорт, в частности самбо. А есть ли у вас еще какие-либо увлечения? Спасибо. В смысле спортивные? Вообще. Спортивные. Ну, я думаю, что все и так знают. Мне так казалось, что все знают. Но я повторю еще раз. Ну, самое то, с чего я начинал, потом начал дзюдо заниматься. Ну, это, считаю, основные мои спортивные увлечения. А потом уже научился кататься на лыжах. Вот последние несколько лет пытаюсь научиться играть в хоккей. Ну, как любая игра, это всегда так захватывает, всегда интересно. Значит, я очень люблю музыку. Вот и в свободное время, если возможности есть, с удовольствием ее слушаю. У меня друзья есть, музыканты хорошие. И люблю послушать записи интересные, хорошие. Вот. Ну, мне кажется, достаточно. Давайте будем завершать, ладно? Я хочу вас еще раз поздравить со всеми тремя праздниками. Пожелать вам всего самого доброго, успехов вам, хорошего настроения, праздничного. Хочу вам пожелать всего доброго в личном плане, чтобы в семьях у вас все было нормально, чтобы вы были здоровы и счастливы. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.